Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим реалистичную визуализацию численного расчета двухфазного течения с помощью паровью. Говоря о реалистичности визуализации двухфазного течения, я имею в виду отображение движения границы раздела между двумя фазами в том виде, который мы привыкли видеть в реальной жизни. В качестве примера мы рассмотрим задачу о жидком мостике, капле жидкости, находящейся в газе или другой жидкости и соединяющей две параллельные плоскости. Расчет движения жидкости уже выполнен. Результаты расчета хранятся в папке проекта OpenFoam. Для визуализации полученных данных откроем паровью. Для этого мы можем запустить команду ParaFoam. После нажатия на кнопку Apply мы с вами увидим стандартную кленовидную геометрию, характерную для оси симметричного моделирования в пакете OpenFoam. Выбрав для визуализации индикатор фазы альфа-вода, мы увидим красную область, где находится жидкость, вода, и синюю область, где находится газ, воздух в данном случае, и серую границу раздела между двумя фазами. Нажав кнопку Play, мы увидим динамику движения межфазной границы, которая в начальный момент времени выведена из состояния равновесия, а в конечный момент ожидаемо принимает форму катеноида. Вот конечная форма катеноида. Как можно видеть, полученная визуализация далека от той, что мы привыкли видеть в жизни. Начиная обработку данных, прежде всего выделим границу раздела и перейдем от кленовидной геометрии к трёхмерной. Для выделения границы раздела используем фильтр Contour. В качестве настроек фильтра Contour в первую очередь в опции Contour BI выберем поле Alpha Water и в настройке Value Range добавим значение 0,5, которое соответствует границе раздела между одной фазой, в данном случае водой, которая имеет значение Alpha Water 1 и изображена на рисунке красным цветом, и второй фазой, которая имеет значение Alpha Water 0 и отображена на рисунке синим цветом. После того, как мы нажмем на кнопку Apply, мы увидим непосредственно полученную границу между двумя фазами. Как выяснится дальше, эта поверхность имеет некоторые дефекты, связанные с неидеальной разрешающей способностью сетки, некоторых особенностях метода Volume of Fluid, которым решалась данная задача. В результате этих дефектов конечное трёхмерное изображение может быть не идеальным. Чтобы эти дефекты в некоторой степени сгладить, можно применить фильтр Smooth. Для этого выбираем фильтр Smooth. Фильтр Smooth в качестве первой своей настройки содержит количество итераций, которые необходимо применить для сглаживания. По умолчанию стоит 20 итераций. Мы пока не будем трогать это значение, его можно будет изменить потом. и просто нажмём на кнопку Apply. Далее мы перейдём, выполним переход к трёхмерному виду. Для этого из полученной поверхности сделаем линию с помощью фильтра Slide. Установив нормаль с секущей плоскостью параллельно оси OY, мы нажмём кнопку Apply. В результате получим линию, которую далее будем использовать в качестве образующей для создания трёхмерной поверхности. Чтобы из линии создать трёхмерную поверхность, будем использовать фильтр Rotational Extrusion. Выберем фильтр. Соответственно, данный фильтр создаёт трёхмерную поверхность, используя вращение относительно некоторой оси. В данном случае ось выбирается через параметр Rotational Axis. В данном случае уже выбрана ось OZ, та, которая нам и нужна. Вращение осуществляется на некоторое количество градусов. Оно определяется с помощью угла Angel. В данном случае стоит 360 градусов. Именно такой угол нам и нужен для визуализации непосредственно всей поверхности. Последний параметр, на который следует обратить внимание, это параметр Resolution. Если мы применим параметр по умолчанию 12, то мы увидим, что в действительности результатом у нас является призма с 12-ю гранями. Поскольку нам для дальнейшей визуализации такое малое число граней окажется недостаточным, мы выберем число граней существенно большим, скажем, 1200. И в этом случае поверхность для нас будет выглядеть достаточно гладким. Как видим, полученная поверхность все равно содержит дефекты. Дефекты, как я уже говорил, они связаны с неидеальностью, недостаточно разрешающей способностью нашей расчетной сетки, чтобы максимально точно изобразить границу раздела между двумя фазами. Вся граница раздела определена, по сути говоря, сочностью до одной ячейки. Как я уже говорил, для того, чтобы сгладить эту границу, мы применили фильтр Smooth. Но в фильтре Smooth мы оставили достаточно малое количество итераций сглаживания, всего 20. Как оказывается, это недостаточно для того, чтобы в достаточной мере сгладить все дефекты поверхности. Поэтому вместо 20 итераций поставим 1000 итераций, применим еще раз данный фильтр, и, как мы увидим, мы получим абсолютно гладкую поверхность, с которой дальше мы можем непосредственно работать. Далее, для полученной поверхности не выполнен расчет нормалей. В действительности, дальше на нормале поверхности нам потребуется по причине того, что мы будем применять соответствующие настройки для света. Чтобы свет правильно отражался от поверхности, необходимо вычислить нормали к этой поверхности. Для этого будем использовать фильтр, который называется Generate Surface Normal. Для данного фильтра можно просто нажать Apply. Никакого особенного результата мы не видим, но если мы посмотрим во вкладке Information, то увидим, что есть строчка, которая называется Normals, и она содержит некоторые значения. Если мы посмотрим подобную вкладку для предыдущего поля, которая называлась Rotational Extrusion, для предыдущего фильтра, то мы такой вкладки Normal не увидим. Что говорит о том, что последний фильтр, который мы применили, как раз таки позволил нам сгенерировать необходимую поверхность. Далее нарисуем дополнительные две поверхности, которые сверху и снизу будут ограничивать нашу каплю, наш жидкий мостик, так как это требует задачи и, в общем, как это было исходно поставлено граничными условиями. Для этого мы воспользуемся объектами, которые называются Plane. Вообще, таких объектов нам надо поставить два. Одну плоскость снизу, одну плоскость сверху. Для того, чтобы настроить Plane, положение Plane, нам надо указать три параметра, значения трех параметров, трех векторов, Origin, Point1 и Point2. В действительности это три угла данной поверхности. Положение поверхности в пространстве выставлено здесь правильно, но масштаб выполнен не так, как нам нужно, поэтому мы изменим масштаб и получим ограничивающую поверхность снизу. Аналогично нам необходимо выставить ограничивающую поверхность сверху. Точно так же берем Filter Plane, объект Plane. В принципе, мы можем скопировать настройки первого Plane, для этого мы можем сделать Copy и во втором случае сделать Pass. Настройки у нас скопируются. В действительности не все нам настройки подходят, поскольку у нас должна отмечаться высота у двух плоскостей, то есть координата по оси Z. Поэтому, соответственно, у последней плоскости выставляем координату необходимого образа. После применения всех настроек мы получаем вот такую картинку, которая показывает наше положение капли между соответственно двумя плоскостями. Можем настроить цвет капли, исходно она раскрашена в цвет Alpha Water. В действительности мы можем выбрать Solid Color, например, выбрать цвет достаточно близкий к цвету жидкости, применить ОК, в действительности посмотреть, как теперь происходит деформация капли. Как мы видим, полученный ролик является куда более наглядным, чем первый, который мы получили в самом начале, но в действительности до реалистичности еще весьма далеко. Чтобы получить более реалистичное изображение, надо заняться настройкой 3D-рендеринга. Для этого перейдем к фильтру Generate Sophie, он, в принципе, у нас уже и открыт. И перейдем в блок настроек, который называется Background. Снимем галочку с настройки Use Color Palette for Background. Снимаем эту настройку и вместо Single Color в списке Background Color Mode выберем Skybox. Далее в Background Texture нам необходимо выбрать некоторые подходящие панорамные изображения на 360 градусов. У меня есть заготовленное такое изображение. Вот. В результате такое изображение у нас появляется на заднем плане рисунка. Кроме того, мы поставим галочку на Use Environment Lighting. После этого настройка заднего фона у нас уже выставлена. Кроме того, у нас выставлены источники света, который будет попадать на данную поверхность. Далее нам необходимо выставить сами свойства поверхности. В первую очередь обратимся к опции, которые находятся в настройке Styling, в блоке настройки Styling. В данном случае эта опция показывает прозрачность объекта, то есть выставим ее где-нибудь в районе 0,5. Дальше перейдем в свойства, в блок свойств, который управляет светом. В качестве интерполяции выберем опцию PPR, которая соответственно расшифровывается как Physical Based Rendering. В данном случае изменяя другие опции в лайтинге можно настроить более корректное, более реалистичное отображение жидкого мостика. Применим некоторые настройки, которые были исходно подобраны Diffuse установлен на 0,63. Metallic установлен на 0,76. Данную опцию Base IOR установлен на 3,04. Эту опцию установлен на 0,42. Эту на 1,72. И последнюю на 0,79. дей. Соответственно, в результате применения данных опций мы получили вот такой вот результат. В действительности опции могут быть как-то подстроены вами в зависимости от ваших пожеланий. Также здесь влияет цвет жидкости. В принципе, можно выбрать более насыщенный голубой. Соответственно, мы получим более близкую картинку. В данном случае она кажется ближе не к жидкости, а ближе к отображению стекла или мыльного пузыря. Она в любом случае много лучше, чем было в начале. Далее аналогично можем настроить и поверхности верхнюю и нижнюю для более реалистичного отображения. Точно так же выберем метод интерполяции PBR и также введем некоторые настройки. Тоже параметры можно подобрать по-разному в зависимости от конкретных предпочтений. для отображения я выставлю вот такие параметры. То же самое надо выставить и для второй пластинки. 0,1 1,5 0,2 0,2 и 0,6 Вот. Вид пластинок уже поменялся. Что можно настроить еще? В действительности на каждый объект можно еще накладывать текстуры. В данном случае на пластинке наложим текстуры, тоже текстура подгружается просто из некоторого готового файла картинки. Подгружаем их. В результате получаем вот такое вот изображение. Еще раз можно посмотреть настройки. Вот. Так лучше будет с настройками непосредственно отображения самого объекта, самой капли. Далее, последнее, что может быть интересно, это задний фон. В данном случае, как я уже сказал, skybox нам требовалось для достижения, соответственно, определенного распределенного источника света и чтобы на объект определенным образом падали отражения и тени, которые делают объект более реалистичным. Но в действительности сейчас задний фон нам мешает внимательно рассматривать динамику поведения самой капли. Поэтому в качестве заднего фона мы можем установить еще эту плоскость, добавим эту плоскость. Точно так же, как раньше. Но теперь, соответственно, координаты плоскости выберем по-другому, так, чтобы она находилась за объектом. Сейчас мы их поменяем на соответствующие координаты. По-моему, здесь еще надо вставить мили, чтобы соответствующий можно масштабировать плоскость. Применяем эти настройки. После чего, опять-таки, отображение плоскости можно сделать несколько иным образом. То есть можно опять включить PBR интерполяцию и, соответственно, настроить некоторые функции отражения этой плоскости, чтобы, соответственно, изображение, опять-таки, посмотрелось более реалистично. После проведения всех этих настроек мы получаем вот такую вот картинку. Соответственно, вот она у нас такая. Дальше можно запустить непосредственно, наблюдать за процессом колебаний капли. И самое главное, можно сохранить полученный результат, полученную анимацию. Сделаем это, выберем название анимации, установим разрешение. Ну, разрешение здесь, в принципе, уже стоит у нас достаточное. Самое главное, выберем правильный фреймрейт. Исходно стоит один кадр в секунду. Это очень мало. Ну, выберем, например, 14 кадров в секунду. Сделаем, нажмем кнопку ОК. И у нас программа перейдет к сохранению видео. Ссылка на полученное видео, она приведена к описанию данного видео. Спасибо за внимание.